Снежная зима горожан радует, но ходить по чистым тротуарам все-таки удобнее. На данный момент в Одинцовском округе в уборке снега задействовано 485 человек и 200 единиц спецтехники. Все работы проводятся по установленному регламенту. Регламент приписывает, что в течение двух часов с момента окончания снегопада необходимо убрать как раз пешеходные дорожки выхода из подъездов. В течение пяти часов после окончания снегопада прочистить внутридворовые проезды и, соответственно, вывоз снега осуществлять уже просто в течение пяти суток. В первую очередь очищают дворы, пешеходные переходы, подходы к подъездам и детским площадкам, а также социально важным объектам. Дворовая территория может обслуживаться полностью управляющей компанией. Если земельный участок сформирован и находится, ну, под многоквартирный дом сформирован, то обслуживание данной территории осуществляют управляющие компании. Если же земельный участок и многоквартирный дом находятся на неразграниченной государственной собственности, то здесь уборку производят наши службы. Собранный снег вывозят на специализированные площадки для дальнейшей утилизации. Оборудовано пять таких зон, которые позволяют складировать около 100 тысяч кубов снега. Уже очищенные тротуары посыпают специальными реагентами, которые, как утверждают специалисты, абсолютно безопасны как для человека, так и для домашних животных. Реагент этот не опасный, он соответствует всем ГОСТам. Он содержит обычный хлорид калия, то есть соль обычная. Ну, конечно, когда на него наступаешь лапой, то какая-то реакция происходит. Но она, опять же, по своему опыту с собакой гуляния, прогулок с собакой, да, он непродолжительный. И у меня в моей собаке никаких таких прям сверху болевых ощущений не было. Поэтому реагент, еще раз говорю, он соответствует ГОСТу и опасности не несет. В ближайшее время осадков не ожидается. А надвигающееся потепление работы не уменьшит, говорят коммунальщики. Им предстоит убирать массы талого снега. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.